Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на YouTube-канале Политека. Меня зовут Евгения Кутнова. Оставляйте лайки под этим видео, оставляйте свои комментарии. Для нас это очень важно, ведь мы работаем для вас. Мой собеседник сегодня — полковник в ССУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Цветан. Роман Григорьевич, я рада приветствовать вас в нашем эфире. Приветствую! Роман Григорьевич, еженедельно мы на Политеке разбираем все основные и главные последние новости, которые происходят и в Украине, и в частности на фронте. Предлагаю вот нашу сегодняшнюю беседу начать с того, что Алексей Данилов заявил о том, что Россия готовится к массированной атаке 23 и 24 февраля. Он говорит, что к этому нужно относиться спокойно. Были времена, когда мы принимали в день и по 115 и 120 ракет. Справимся и с этим днём. По вашему мнению, к чему готовятся украинцы в годовщину полномасштабного вторжения? Ну, исходя из той атаки, которая была сегодня ночью, уже понятно, что у них действительно есть недобор по ракетам крылатым. Пришло всего лишь 20 крылатых ракет. А это значит, однозначно уже выходят на складские остатки определенные, начинают работать с колёд. То есть, они производят где-то около одной-две ракеты в сутки. То есть, где-то 30-50 ракет в месяц они могут производить крылатых. Вот где-то примерно это количество ракет. Крылатых ракет это Х-101, Х-555 и калибры. Основные ракеты дозвуковые. Мы их очень хорошо сбиваем. То есть, у нас практически 85% по поражениям этих ракет. Вот, потому для нас это как раз такой положительный момент. Но они добавляют к этим ракетам, добавляют, начали добавлять Х-22. Это те ракеты, которые неточные, но они скоростные. Сбивать мы их пока не научились. То есть, пока не подошли Патриоты, не подошли СМТ, с этими ракетами, конечно, нам будет очень сложно бороться. И пока не подошла авиация. Авиация с определенными ракетами. То есть, НАТО, или Ф-16, или Тайфуны. Мы эти ракеты не достанем. Но то, что они начинают разбавлять Х-22, говорит как раз о том, что у них уже точно дефицит крылатых ракет есть. То, что будет, допустим, через неделю-две недели, это увеличение наступательных действий россиян на Донецком фронте. Плюс они могут к этому времени подключить еще для отвлечения наших сил Харьковское направление и Запорожское направление однозначно. Туда подтягивается авиация. А раз авиация подтягивается, значит, однозначно будет наступление. Будет волна ракет вместе, может быть, с волной авиационной волной. То есть, удары авиационные, удары ракетами может быть небольшой. То есть, уровень 50-70 ракет. Это стандарт. Это еще они вряд ли их еще насобирают. Так как мы уже видим по поводу крылатых недостаток. Но, тем не менее, допустим, теми же Х-22 могут добавить. То есть, если 6 Х-22 М3 12 ракет запускают, то примерно будет ситуация такая 50-70 ракет, не больше, плюс авиационная составляющая. Это вот то, что, допустим, может быть уже через неделю, ближе к 23-24, или, может быть, чуть дальше, в зависимости от того времени, когда будет наступательный пик, а он должен быть у россиян в конце февраля. То есть, в третьей декаде февраля. Роман Григорьевич, вы говорите о том, что может быть авиационный налет. И вот, в частности, в Financial Times вышла статья, где говорится о том, что Россия сейчас накапливает именно вблизи границ с Украиной авиацию для поддержки наступления. Сообщается, что российские сухопутные войска достаточно истощены. Поэтому это лучший показатель того, что они превратят это в воздушную битву. Вот вы где видите, да, вот это вот накапливание авиации? И насколько это все-таки опасно? Или когда они полетят, мы их собьем нашими же Хаймарсами? Что будет? Ну, Хаймарсами мы вряд ли попадем по самолетам. Это сложно, очень сложно, даже если сильно захотеть. А вот с системой ПВО, да, однозначно, мы их снимем. То есть, россияне сейчас перебрасывают, я бы не сказал, что это накапливание, то есть идет просто переброска российских авиационной составляющей, авиационные компоненты ближе к линии фронта, причем это видно по северным аэродромам Крыма. Они туда перебросили и Ейск, и Ростовская, Воронежская, и Белгородская области. Аэродромы задействованы, тоже идет переброска авиационной компоненты. И самолеты, и вертолет. А это говорит как раз о готовящемся определенном авиационном, по крайней мере, авиационной поддержке с воздуха наступательных операций. Так как любая наступательная операция без поддержки с воздуха, она загрузает завязь. Это, кстати, и нас касается. То есть, если нам передают наступательное вооружение, танковое и бронетанковое технику определенную, то нам однозначно нужна авиационная компонента. Без нее наступление по земле, оно будет очень долгим и загрузит, в конце концов, в определенных оборонительных боях со стороны России. Потому однозначно ждем. Есть переброска, отслеживаем ее. Видят ее, в принципе, и наши партнеры, и разведки стран. Но это не массированная переброска. То есть, нельзя сказать, что полторы тысячи самолетов подошло, идет какая-то массовая переброска. Нет, выводится на рубежи с малым подлетным временем, выводится определенное количество самолетов, вертолетов, как раз именно для выполнения атак. Боевой радиус самолета где-то от 500 до 1000 километров, в зависимости от бомбы, нагрузки и запаса топлива. Это примерно как раз вот дальности вот этих аэродромов, куда сейчас садятся самолеты России, российские самолеты. То есть, это примерно вдоль линии фронта. То есть, скорее всего, поддержка будет все-таки в фронтальных операциях, не глубокий заход самолетов на территорию Украины, а именно поддержка фронтальных наступательных операций России. Роман Гриевич, я уточню, правильно ли я вас понимаю, что именно самолеты, они размещают там, где для этого есть именно инфраструктура, правильно? Но это не означает, что именно там будут именно какие-то участки задействованы именно в таких серьезных боях. Да, это инфраструктурные вопросы, то есть, это не обязательно. У самолета есть радиус определенный, он, в принципе, может достать. В радиусе 500 километров это стандартный радиус для введения даже воздушного боя. А так вообще уровень сушек это до 1000 километров радиус действия. Потому они могут до 1000 километров от линии фронта или от точки применения самолета располагать аэродромы. А если говорить о том, сколько у России еще самолетов осталось, потому что британская разведка говорит о том, что у России еще много военных самолетов и там называют около 1500 военных самолетов, несмотря на то, что с начала полномасштабной войны было потеряно более 130. Около полутора тысяч самолетов однозначно есть, но это разных модификаций. То есть, это самолеты всего уровня, всего боевого уровня. Это не только истребители. То есть, общее количество где-то около полутора тысяч. У россиян большая проблема сейчас с летным составом, кадрами. Нет готовых летчиков. Мы их выбивали в прошлом году большую часть. А те желторотики, которые сейчас остались и которые выполняют или пытаются, по крайней мере, выполнять боевые задачи, они еще будут долго подучиваться. Потому, скорее всего, и не будет им ставиться глобальных задач по заходу в Украину. То есть, будут выполнять задачи чисто вдоль линии фронта упрощенного плана. То есть, отстрел может быть ракет, воздух, земля, максимум выходить, бомбить. Но и то, это большая проблема отбомбиться сейчас по линии фронта. Очень много у нас систем зенитно-ракетных комплексов всего уровня. То есть, начиная с ЗРК и заканчивая мощными зенитно-ракетными комплексами. ПВО у нас довольно-таки сильная, фронтовая в том числе. Иван Григорьевич, вот там, где задействуют авиацию, Сергей Гайдай, глава Луганской областной военной администрации, сообщал о том, что это именно Белогоровка, Кременское направление. Какая сейчас там обстановка? Вот что изменилось за неделю? Показатель того, где основные наступательные действия будут, как раз применение авиации. Так как авиация, это третья часть компонента наступательной. Потому видно последнее время применения авиации в районе Углидара. Там, понятно, наступательные действия. Авиация применяется в районе Бахмута, в районе Белогоровки, правильно. То есть, там россияне также поставили себе задачу Бахмут выдавить наши войска или постараться их окружить Белогоровку, срезать выступ, сиверский выступ в сторону Лисичанска. Это тоже, понятно, есть поддержка авиации в районе Кременной. То есть, там также применяется авиация. Но в районе Кременной чуть меньше, так как там определенная местность. Там довольно-таки сложно определить местонахождение наших частей. Там лесистая местность. То есть, есть момент, связанный с укрытиями. Потому авиации там сложно работать. А вот Белогоровка, Бахмут и Углидар авиация однозначно работает. И, значит, там будут одни из основных направлений удара. Ну, мы видим, что в Углидаре, да, вот пытались они окружить. Но мы видим, что ВСУ отбивают все атаки. И, скажем так, план, возможно, Герасимова и Пригожина провалился. Верно ли я понимаю? В Углидаре очень хороший укрепрайон. Украинские войска выбрали как раз правильное расположение, исходя из географических моментов, связанных с превышениями, с определенными полями, с контролем высот. И там очень сложно россиянам пробиться. Они несколько раз пытались. Во-первых, неумело, с другой стороны, настойчиво. Настойчиво и неумело. И из-за этого положили большое количество и техники, и российских солдат. И контратаками украинские войска отогнали их на начальные позиции. А в некоторых случаях еще и улучшили свои позиции. Потому, можно сказать, угледарская проба пера Герасимова, она провалилась. Роман Григорьевич, в начале нашей беседы упомянули о том, что именно вот Харьковское направление и Запорожское направление, это, скажем так, будет как отвлекающий маневр. И вот уже есть информация от аналитиков. Говорят, что именно вот там Декупенск. И там получается, что есть активизация. Есть информация о том, что пытаются видавить ВСУ за реку Оску. Также сообщается о том, что с их стороны, где именно вот россияне находятся, происходит накопление сил и везут оттуда мобилизованных из Беларуси. В частности, вот вторая мотострелковая дивизия. Вот что мы увидим именно на этом накопленном направлении и насколько как бы там напряженная и опасная ситуация, скажем так. Потому, что мы же знаем, да, что освободили вот Харьковскую область и опять видим. Наступательные действия будут и в Запорожской, и в Харьковской областях, дополнительно к Донецкой и Луганской. Но Запорожское направление однозначно будет отвлекающим, но мощным. То есть, им для того, чтобы мы удержали там силы средства или перебросили, по крайней мере, наши резервы в сторону Запорожья, им придется довольно-таки попотеть. Выйти они никуда не смогут, но наступательные действия будут серьезными. Хотя мы понимаем, что это будет отвлекающим. Свяжут они определенные наши силы в районе Орехово и Голейполя. Но основное наступательное мероприятие, скорее всего, будут все-таки в районе Харьковской области. Но это не Харьков город, это не Харьковская область, то есть большая часть Харьковской области границы. Это в основном район Куповска. Это левый берег, восточный берег реки Оскол, Оскольского водохранилища. Именно там для российских войск оптимальный вариант проводить наступательные действия, срезать наши войска с левого берега Оскола и Оскольского водохранилища. Мы находимся в этом районе, в междуречии между рекой Оскола, Оскольским водохранилищем и рекой Красной. Между ними еще протекает река Жеребец, она чуть меньше. И вот в этом междуречии, это междуречие, россияне попытаются выдавить украинские войска до Лимана, и выдавить нас за реку Северский Донецк, за реку Оскол на запад и за реку Северский Донецк на юг. То есть выйти на Лиман с двух сторон, с севера на юг, с Кутанска на Лиман и с востока на запад, с Кременной на Торская и на Лиман. То есть постараются этот треугольник захватить, еще раз захватить. С оперативной точки зрения, это правильный маневр, скорее всего, они будут пытаться его выполнить. Роман Григорьевич, также вот Оля сообщила о том, что Россия задействовала в Украине уже 90% своей армии, а ее боеспособность снизилась на 40% из-за истощения войск. Вот исходя из такой вот оценки, можем ли мы говорить, что вот наступление, которое они ведут, оно обречено на провал? Немножко некорректно говорить о 90% использования армии. В Украине сейчас находится до 400 тысяч российских военнослужащих, до 400 тысяч, а общее количество российской армии около 2 миллионов человек, потому это уже как минимум где-то в районе меньше 25%. То есть однозначно некорректная, по крайней мере, передача, либо передача, перевод некорректный, либо может быть просто ошибка в восприятии армии как таковой. Можно говорить о, допустим, большом количестве боеготовых подразделений, можно сказать, что все боеготовые подразделения, об этом, да, это можно говорить о том, что 90-95% всех боеготовых подразделений россиян, они сейчас использованы на территории Украины. Вот здесь вот это будет корректная, как минимум, подача. То, что снижена боеготовность, однозначно за прошлый год мы уничтожили большую часть профпригодного состава вооруженных сил Российской Федерации. Профпригодный состав, это имеется в виду профессионалы, те, которые научены, обучены и были готовы выполнять боевые задачи. Это те люди, которых учат годами, то есть не месяц, два, три, пять, как мобилизованных, а годами, как летчиков, это 10 лет, танкисты, артиллеристы, спецтуры, силы спецоперации, морпехи, воздушно-десантные, элитные, то есть элитные части, они годами учатся. Вот эти как раз части, они уничтожены. Сейчас на их место, просто на списочный состав набраны мобилизованные, кое-как наученные, вот как раз можно говорить, как минимум половину боеготовности армия Российская однозначно потеряла, и вот именно из-за этой потери боеготовности она не способна выполнить мощную боевую задачу широкомасштабно. То есть для того, чтобы им восстановиться, им надо, опять же, несколько лет, для того, чтобы восстановиться даже до того уровня, который был у них в прошлом году. Однозначно они с этим составом, который есть сейчас, ни одной мастерной задачи выполнить просто не в состоянии. Роман Григорьевич, госсекретарь Энтони Блинкин заявил о том, что попытка Украины вернуть себе Крым станет для Путина красной линией, которая может привести к более широкой реакции России. США не поощряют к возвращению Крыма, но решение принимает только Украина. Как можно трактовать слова Блинкина? Я бы не сказал, что США не поощряет большинство народа Соединенных Штатов Америки за восстановление территориальной целостности и суверенитета украинского государства. В Соединенных Штатах есть в политикуме некоторая клика, я бы ее так назвал, Клинтоновско-Обамовская клика, которая, кстати, принадлежит тот же Салливан, тот же Бернс, тот же Байден. То есть это вот такая компашка политиков, которая в свое время, в 2014 году, продала или обменяла Крым Россию. То есть обменяла на какие-то коврижки или на какую-то геополитическую игру, которую они сыграли. Они его обменяли, и сейчас они, это как раз вот часть Клинтоновской, Обамовской политического истеблишмента американского, она боится, чтобы мы не начали освобождение Крыма. Так как тогда возникнет вопрос, во-первых, как россияне тогда заберут то, что они отдали в тот момент этой верхушке, этой политической тусовке американской, либо озвучат как минимум вот этот обмен. А это очень большой удар, очень большой будет удар по, особенно перед выборами следующими президентскими, будет очень большой удар как раз по вот этой составляющей демократической партии. Потому, скорее всего, и нарезают они круги вокруг Крыма, пытаются любыми способами не допустить военного возврата Крыма. То есть с помощью фронтального прохождения Крыма. Пытаются навязать какие-то, ну, первое, мы это слышим, пытаются запугать нас какой-то эскалацией, хотя какую еще эскалацию можно запугать. Пытаются методами остановки передачи нам вооружений не дать нам начинать освобождать Крым. Ну, и очень видно еще поддержка этой позиции некоторыми консервами. Вот те консервы, это путинские консервы, это может быть как раз консервы и американские, вот этой клики клинтоновской. То есть они начинают подыгрывать такого рода заявлений. Сначала давайте будем освобождать Донбасс, а потом Крым политическим путем. Даже некоторые наши генералы, вот в свое время, по-моему, перед Новым годом генерал Буданов зарядил в эфир такую колесицу, что Крым будем освобождать военно-политическим путем. То есть это такая же может быть консерва, или по недомыслию, либо по злому умыслу заряжать такое. Аристович тут недавно разродился некоторыми заявлениями о том, что вот нам может быть сильно больно от того, что мы там не будем освобождать свои территории. Это вот как раз вот эти консервы. Вопрос просто чьи они? Они могут быть путинские, они могут быть вот именно эти клинтоновские. Уже в зависимости от задач. Но они решают общую задачу, они такими заявлениями решают общую задачу не допустить украинские войска в Крым. А вы возвращение Крыма вот видите только военным путем? Однозначно. Крым невозможно. Ни одну территорию Украины, ни один метр невоенным путем Украины вернуть невозможно. Вернее, невоенным путем вернуть невозможно. Будем возвращать однозначно военным путем. Нет механизма политического урегулирования. Мы это видели по Минску-2, по Минску-1, по Минску-2, Минск-3, который был подписан в прошлом году в марте 27 марта. Это та же картина, кстати, вложащаяся в эту же парадигму. То есть Крым-Донбасс на 15 лет политическим путем. То есть та же парадигма. Не подходите к Крыму, потому что он некоторыми американскими политиками продан России. Вот это основная цель. Причем освобождать Крым надо однозначно. Сначала освобождать Крым, а потом освобождать Донбасс. Это самый оптимальный путь, так как после того, как выйдем на Азорское побережье, перережем сухопутный коридор, Крым и Херсон переходят в оперативное окружение. Нам намного проще освободить территорию, которая находится в оперативном окружении. А с Донбассом уже нужно будет возиться после того, как зачистим полностью все, что у нас есть в тылу, а это Запорожская и Херсонская области, Крым. А только после этого начинать освобождение Донбасса. Если мы в обратную сторону начнем, сначала возьмемся за Донбасс, мы в Донбассе можем увязнуть надолго. До Крыма просто очередь не дойдет. Зеленский встретится с Байденом в Польше, об этом сообщают в СМИ. Визит состоится в ближайшее время, скорее всего, время пребывания президента США в Варшаве или в Жешуве. Понятно, что это все, как это состоится, скорее всего, или накануне, или в дни годовщины полномасштабного вторжения. Роман Григорьевич, чего от этой встречи можно ожидать? Можно ожидать хотя бы 1%, что все-таки Байден доедет до Киева. То есть, если будет разрешение протокольной службы, которая занимается такого рода действиями, продвижением, и секретной службы охраны Байдена, то он, конечно, 1%, что он появится в Киеве. И это было бы, это виженка на тортике к этому Рамштайну, который прошел последнее время. Я думаю, будет определенное заявление в поддержке Украины, будут определенные заявления в введении мощных санкций по российским и российским, белорусским, может быть, компаниям. Будет, может быть, ожидаем, по крайней мере, ну, я как летчик ожидаю хотя бы какого-то положительного вопроса в решению по передаче нам авиационной компоненты, авиационной составляющей наступательных действий. То есть, тут как раз такое три единое ожидания. Ну, посмотрим, что с этого сбудется. Иван Григорьевич, как бы вы проанализировали, скажем так, вот встречу, девятую, да, в формате Рамштайн, потому что вот известно о том, что, ну, сообщается, что Украина получит от союзников меньше танков «Леопард», чем обещали глава Минобороны Германии, об этом заявил. Он также говорит о том, что западным союзникам будет трудно собрать два полных батальона, танков «Леопард-2», в частности. Вот были надежды, да, о том, что именно этот Рамштайн будет самолетным, но, как видим, что этот же министр обороны Германии говорит о том, что говорить о самолетах рано, и, возможно, вернемся к этому вопросу через несколько месяцев. Если вопрос просто решать, вернемся к самолетам несколько месяцев, вопрос о решении вопроса или о передаче уже самолетов. То есть, если вопрос решен о том, что мы уже начинаем их к ним готовиться, то есть это где-то через 3-4 месяца самолеты уже могут у нас быть, и тогда их можно будет подсветить. Здесь как раз вопрос по авиационной компоненте пока не понятен. То есть, однозначно нет того нет, как, допустим, по «Атакамсам» до сих пор, однозначно нет у нас, или по «Тамагавкам», нам пока эти ракеты не передают. То есть, так не сказали по авиационной составляющей. То есть, скорее всего, все-таки вопрос решен положительно, просто когда он будет озвучен. Может быть, как раз тогда, когда самолеты уже зайдут на территорию Украины и вступят в бой. Это как раз через 3-4 месяца, если он был решен, допустим, на этом «Рамштайне», и вопрос просто был закрыт. Или подождем, что скажет Байден. Это по авиационной составляющей. А по бронетехнике очень положительный этот «Рамштайн» был. Понятен был контекст всех практически заявлений. То есть, все наши партнеры максимально отжимаются и пытаются нам передать то, что не могут передать в технике, в тяжелой технике и в танках, и в бронетехнике. Есть хороший положительный момент по запуску производства боеприпасов, того, чего не хватает и в оборонительной, и в наступательной задачах. Потому что этот «Рамштайн», конечно, порадовал всеми остальными, пока кроме авиационной составляющей, все остальные ожидаемые, и мы их услышали. Также хотела поговорить с вами чуть детальнее о ситуации в Бахмуте. Известно о том, что с понедельника закрыли въезд для гражданских и журналистов. Были разные оценки, почему это было сделано. Одно из версий о том, что таким образом вооруженные силы Украины готовят основу для выхода, и чтобы не демонстрировать этого, закрывают посторонних глаз. Или готовятся к контратакам. Еще один вариант – это банальная попытка разгрузить наших медиков, потому что после приезда в Бахмут большого количества гражданских происходили ранения, что создавало нагрузку на медицинскую систему. По вашему мнению, Ирман Григорьевич, с чем связано закрытие въезда в Бахмут? – Бахмут сейчас – это не город для проживания. Бахмут – это рубеж обороны. Это вот примерно большой окоп, из которого просят уйти гражданских. Там военные стоят. Ну, то есть это я утрирую, конечно. Ну, примерно так. Рубеж обороны, на котором еще как-то находились гражданские. Их не должно было там быть еще полгода назад. Вообще ни одного гражданского, так как фронт подходил. То есть, причем принудительная эвакуация должна была быть. Оттуда должны были выведены быть все гражданские. Плюс там довольно-таки серьезная была даже полгода назад и все эти полгода разведдеятельность российских военных. То есть, они корректировали огонь по Бахмуту, по бахмутским рубежам изнутри, из Бахмута. Это как раз большой вопрос к военно-гражданской администрации Донецкой области и непосредственно Бахмуту. Там есть моменты, связанные с Бахмутом, с этими старыми руководителями, ревами. Там отец и сын еще там как раз находится или находился, или находится один из руководителей, можно так сказать, с дачи Крыма, с дачи Донбасса. Это генерал Могилев. Это как раз тот человек еще из круга Януковича, круга Джарты, который базировался в Бахмуте. Я вот не знаю, где он сейчас находится, это больше контрразведки вопрос. Но там даже в Бахмуте стояло такие три дома. Называли их отца и сына и святого духа. Мэра города, сына мэра города и святой дух. Это вот этот вот Могилев. То есть, это такой гадюшник довольно-таки еще с тех времен, 10-15 летней дамы, еще Джарты, еще Януковича. И он до сих пор там был. Потому вот эти действия, которые сейчас предприняты, они, во-первых, запоздавые. Это надо было делать еще полгода назад. Это большой привет контрразведке нашей. Если они этого не знали, то пусть хоть сейчас об этом узнают. Зачищать Бахмут, естественно, от этих товарищей. И вопрос нахождения там в чистом виде только военных. Потому однозначно правильное решение. Это говорит о том, что как раз Бахмут мы будем удерживать. Не сдаем Бахмут, наоборот, будем удерживать. Усиливаем. Туда подводятся определенные резервы. Туда перебрасываются артиллерийские дополнительные части. И туда идет подвозь боеприпасов. Сейчас понятная диспозиция по Бахмуту юг, север Бахмута. Остановлено движение российских войск в районе Красной горы по Росковике. По северу это вдоль реки Бахмутки. И по югу в районе Часавьяра они отброшены от дороги с Константиновки на Бахмут. То есть сейчас идет укрепление как раз Бахмутского гарнизона. Очень грамотно и очень правильно. Кстати, боец ВСУ Петр Волощин, который там воюет, он дал интервью. Он сказал о том, что ВСУ отстояли Бахмут зимой, а в марте-апреле уже будет наступление. Роман Гриевич, ну также известно о том, что Пригожин неожиданно сказал о том, что не ждите окружения Бахмута, ведь вооруженные силы Украины уверенно удерживают позицию. То есть у них там настолько все плохо, что даже Пригожину пришло осознание реальной картины. И что это значит? Все, Пригожин доварил свой суп. Дело в том, что Пригожину не сейчас дошло. Пригожин это понимал с самого начала. Он только сейчас начал это все озвучивать, так как к нему возникли вопросы, а где же Бахмут в конце концов. Но он уже реальные вещи рассказал, что Бахмут не так все просто, это вам не Солидар. Бахмут это сам по себе укрепрайон. Причем укрепрайон, он как раз находится, вот в отличие от Солидара, Солидар находился на правом берегу, находится на правом берегу реки Бахмутки. Это горизонтальный район, и его очень сложно было нашим войскам удерживать. Правый берег. А вот левый берег Бахмутки, где находится большая часть Бахмута, как раз удерживать довольно-таки, ну не легко, но возможно, тем более, когда Бахмут, он примыкает к холмам. На холмах находится, допустим, тот же Часовьяр, и на холмах там превышение до 100 метров есть некоторые высоты. Это около 10 километров прямой видимости, это минимум 10 километров прямой видимости корректировка арт-огня. То есть там купол над Бахмутским гарнизоном, купол, который держит наша артиллерия и не подпускает российские войска даже к самому уже, к рубежу Бахмутского. Потому я не думаю, что там будут проблемы у наших войск. Ну а это проблема у россиян. Им приходится ложить там каждый день по роте минимум, а то и больше, выполняя наступательные действия, которые теперь они уже должны, обязаны выполнить, так как Бахмут является таким фетишем для российской пропаганды. Уже деваться им некуда, это как муравьи на сахар, они туда сейчас собираются. Под огонь нашей артиллерии. А первая задача любой армии, то уничтожение армии противника. Что за ними гоняться по всему тысячекилометровому фронту, если они все собираются в районе Бахмута. Пусть выстраиваются в очередь, и каждый день там по тысяче человек заводят под нашу арку. Это я утрирую, конечно. Ну примерно такая ситуация, в общем, она как раз лаживается в районе Бахмута. Иван Григорьевич, а звучало мнение вот западной прессы о том, что то, что там находятся наши и удерживают позиции, это все будет мешать дальнейшему нашему контрнаступлению, потому что мы истощаемся. Вот вы согласны с этим мнением или нет? Однозначно нет. Допустим, подготавливать резервы для выполнения наступательных операций в одном месте и выполнять оборонительные действия в другом – это две разные разницы. А наступательное вооружение, наступательная техника, она специфична. То есть те же танки, та же броня, она нужна для выполнения широкомасштабных наступательных действий по полям, на открытой местности. А в Бахмуте на данный момент идут в основном уличные бои. Там техника не нужна, как таковая. Любая техника в городской постройке – это очень хорошая цель, потому в районе Бахмута как раз удерживаются россияне с помощью артиллерии, о которой я говорил, об этом куполе, зонтики, которые мы прикрываем, и силами спецоперации, нашими пехотными частями, и стрелковыми частями, которые выполняют задачу по удержанию этого региона. Здесь как раз абсолютно их смешивать нельзя. Опять непонятно, откуда эта волна идет. Ну, откуда понятно. Идет волна. Сдать Бахмут россиянам нет смысла абсолютно никакого. Не связанные вещи. А вот уже кто запускает такую волну, это уже к ним вопрос. Опять большой привет нашей контрразведке. Также вот стало известно о том, что срочник Сергей Гридин повесился в одной из воинских частей в России. Он оставил записку, в которой оказалось, что его пытаются отправить на ротацию в Украину. Оттуда еще никто не возвращался, и он отказывается идти воевать. И вот такие из-за этого в армии над ними издеваются. И поэтому он принял такое решение. Роман Григорьевич, ну это такой, скажем, наверное, первый личный такой вот известный случай. Как вы считаете, насколько вероятно, есть вероятность того, что срочников РФ будут отправлять именно вот в Украину в качестве таких штурмовых бригад для захода? Ну, известно о том, что они сейчас находятся там в приграничных регионах, но именно вот в качестве штурмовых бригад. Возможно это или нет? И какой, в принципе, дальнейший путь у Российской Федерации? Это вторая волна мобилизации или отправлять срочников? Ну, в этом мире не существует такой причины, по которой человек самостоятельно уходит, должен уйти из жизни. То есть, и даже вот это однозначно не причина. Бог дает жизнь, Бог ее и должен забрать. Человек не вправе в Божьи дела вмешиваться, это однозначно. Потому он совершил богохульный поступок, это 100%. Есть очень много других способов, как не попасть на войну. Очень много способов для того, чтобы не попасть на российско-украинскую войну. И однозначно уход из жизни самостоятельный, это не тот способ. Будут собирать однозначно, им деваться некуда. У них нет другого выхода, у россиян, как живыми телами выполнять наступательные задачи, а скоро и оборонить. И срочников в том числе, однозначно. Дело в том, что в правовое поле Российской Федерации введены те области, которые сейчас оккупированы, или части областей. То есть, нет никакого противопоставления в законах России. Они могут привлекать срочников для выполнения задач на территории России. А эти оккупированные части Украины, они уже в правовом поле Российской Конституции. Потому однозначно срочников будут также забрасывать на эту войну. А им деваться некуда, им не хватает. Им даже сейчас не хватает. Вот они завели примерно, ну можно сказать, к концу месяца заведут 400 тысяч российских военных. Их просто не хватает. Тысячекилометровая ширина фронта, глубина в 100 километров. Миллион человек надо только для того, чтобы удерживать эту линию фронта. Любые наступательные действия украинских войск разрезают эту кишку фронта. Они сами в нее влезли. То есть, по всем законам войны, военных ведений, военных действий, это не должны были делать. Вот там, где они могли бы как-то выполнять наступательные или оборонительные действия, либо на границе с Россией, то есть, имея за собой тыл, допустим, около 7 тысяч километров. Или, может быть, попробовать закупориться в Крыму, но опять же, до удара по Крымскому мосту. После повторного удара по Крымскому мосту и Крым является оперативным котлом. То есть, там тоже нельзя было, даже предположительно, нельзя занимать оборону. Потому, однозначно, у них только, может быть, линии фронта, с военной точки зрения, только граница между Украиной и Россией, либо линия фронта между Украиной и Россией, где-то рядом с границей. Роман Григорьевич, также хотела вас спросить. Вот наше главное управление разведки заявляет о том, что с нами сотрудничают очень близкие к Путину люди, и они находятся даже в высших эшелонах Кремля. И эти люди, вне всякого подозрения, известны как сторонники Великой России, эти люди смогут свергнуть Путина, если он будет достаточно ослаблен. По вашему мнению, простите, вот вы видите для этого предпосылки? Действительно ли есть такие люди в окружении Путина, которые, собственно, готовы на это пойти? Потому что часто мы об этом говорим, что есть ли в окружении Путина такие люди, которые уже готовы его свергнуть, и, главное, могут ли на это решиться? Не будет свержения. Все это мысли или хотелки, или, может быть, и ПСО. Скорее всего, это просто информационно-психологическая операция, раз она заявляется в эфир о такого рода действиях, чтобы Путин еще больше начал перетрахивать свое окружение близлежащее. Дело в том, что сама система охраны Путина и определенные протоколы пропускания через детекторы лжи, через очень много моментов, связанных с контрразведывательной деятельностью, однозначно рядом с Путиным нет таких людей. И это нашим бы, может быть, хотелось, чтобы они там были, но их там точно нет. Они давно либо из окна повыпрыгивали уже, или попили чайку с радиоактивным каким-нибудь изотопом. То есть их уже нет, даже те, у которых такого рода мысли были. А, во-первых, близкого окружения у него практически сейчас уже не осталось. Он даже близко к себе никого не подпускает. Слушает, да, но не подпускает. А как раз из этого. Потому вряд ли это, наверное, больше мечты и лицо. То есть Путина свергнуть не получится. А как же тогда? Как с ним быть? И что с ним будет, Роман Григорьевич? Как его уберут? Сам же он не уйдет? Дело в том, что Путин ничего не решает в этой войне. Да, он может ставить какие-то задачи. С нами воюет не Путин. С нами воюет не окружение Путина. А я больше скажу, с нами даже воюет не российская армия, как таковая. С нами воюет российский народ. Эти 100 миллионов, вот смотрите, 2 трети российского народа поддерживают это. Причем по всем опросам. И им надо верить. Там есть опросы непрямого плана. То есть есть психологи, которые работают над вопросами, на ответы на которые они определяют степень отношения к определенному действию. Потому 2 трети российского общества, они за то, чтобы уничтожить украинскую нацию. С нами воюет российский народ. 100 миллионов человек. Это 100 миллионов генетических уродов, у которых психоматрица записана на уничтожение украинской нации. Потому Путин это будет, не Путин это будет, неважно. То есть вот это проблема. А эти 100 миллионов мы же уничтожать их не будем. Ну мы уничтожим еще несколько сот тысяч тех, которые придут к нам на нашу территорию. Мы бегать за ними по России не будем, она никому не надо. Нам надо выполнить определенную задачу, которая записана, допустим, в тех положениях, которые есть в армии. Основные положения присяги, там все просто, военнослужащего оборонять суверенитет территориальной целостности государства. То есть уничтожить армию на территории Украины, выйти на границы 1991 года и дальше уже вопросы решать с мировым сообществом. Поднимать определенный градус, допустим, уничтожения на границе, то есть отодвигать линию соприкосновения дальними средствами поражения. А дальше санкциями, санкциями только так полностью закрывать весь этот вбесившийся 100 миллионный народ, закрывать в колпак, санкционный колпак. И раз в 100 лет туда посмотреть, когда у них опять перепишется психоматрица. Она же восполняется. Это до 5-7 лет записывается, то есть родители рассказывают детям до 5 лет, что где-то там на Западе есть хохлы, есть Бендера, есть еще кто-то. Вот их надо убить, и это постоянно из поколения в поколение перезаписывается. То есть вот мы воюем с этими 100 миллионами человек. Путин здесь абсолютно, он просто говорящая голова. Говорящая голова этих 100 миллионов. Потому только санкционная политика, а других вопросов, вернее механизмов абсолютно никаких нет. Роман Григорьевич, я благодарю вас, как всегда, за качественный анализ, благодарю за все ваши ответы. Спасибо вам большое за то, что вы нашли, уделили нам время. Уважаемые друзья, я также благодарю за внимание и вас, благодарю за все ваши комментарии, за все ваши подписки и лайки. Спасибо вам также еще раз за внимание. Всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok